Всем привет! Приготовлю я обед. Каково моё меню? Я котлеты налеплю. Приготовлю интересно, будет вкусно и прелестно. Приступаем! Беру килограмм фарша. Фарш совершенно любой. У меня куриный. Где-то 130 граммов хлеба. Приблизительно. Заливаю водой, можно молоком, чтобы хлеб немного размяк. Беру луковицу. Либо одну большую, либо две вот такие средние. Я измельчу лук в блендере. Кашицу делаю, тогда котлеты получаются сочнее и ароматнее. Хлеб впитал в воду. Немножко отжимаю воды и помещаю в блендер. Я хлеб делаю вместе с корочкой. Корочку никогда не убираю, потому что она измельчается хорошо, превращается в кашицу. Так, сейчас вот это измельчу. Она немножко осядет. Потом еще добавлю, чтобы... Ну, все вместе. Фарш солим. Перчим по вкусу. Добавляем любые приправы, какие вы любите. Я добавлю замороженную зелень. Аж две столовые ложки. Очень люблю мясо с зеленью. Лук и хлеб. Тоже сюда забрасываем. Одно яйцо. И все тщательно вымешиваем. Можно руками. Вот так вот раз и похлопывая, чтобы фарш пропитался воздухом, тогда котлетки будут мягкие, вкусные и нежные. Формируем котлетки. Я делаю их вот такие. Руки можно смазать растительным маслом, либо влажные, чтобы были. Шарик. И вот так немножко придавить. Ну, фарш у меня не очень такой густой, поэтому они как бы приплюснутые. Можно и густой сделать, как пожелаете. Противень смазала растительным маслом. Теперь беру домашний кетчуп у меня. Ну, можно в магазине, если домашнего нет. Смазываю все котлетки. Немножко, много не нужно. Беру луковицу. Любую. У меня просто красное, такого размера, по размеру котлетки. Кладем на каждый кусочек по луковичке. Ну, если нет больших колец, ничего страшного, можно и мелкие как-то распределить, чтобы вот так вот было кругленько. Затем немножко сметаны. Берем помидор. Ну, в идеале, конечно, хорошо свежий помидор. У меня свежего нет. Это домашний замороженный. Нарезаю тоже вот такими кругляшками. Замороженные хорошо режутся помидоры. Вот так. Видите как. Хорошо даже и не распадаются. Ну, если распадется, ничего страшного нет. Помещаем на котлету сверху. Видите, какая тут пирамида. Так. Опять немножко сметанки. Сметану можно заменить майонезом, если вы любите майонез. В принципе, это все достаточно быстро делает. И еще один слой сыр. Нарезаю вот такими пластиками тоже. И закрываю помидор. Вот так проделаю со всеми котлетами. Все, сделала котлеты. Скажу, что даже можно использовать полкилограмма фарша и сделать котлеты более такие плоские. Штук 10 из полкилограмма фарша получится хорошо. Я делаю просто всегда большие. Наливаю немножко холодной воды. Чуть-чуть, чтобы дно было с водой. И котлетки в духовке не подгорали. Еще чуть-чуть. Не надо, чтобы скрывала, а так вот по донышку немножко. Разогреваю духовку 180 градусов. Режим у меня верх-низ с конвекцией. Ставлю на середину. И до готовности будем готовить минут 30. Ровно 30 минут я их готовила. Вынимаю. Вот такие получаются. Они немножко ужариваются, поэтому в размере уменьшились чуть-чуть. Но все равно очень красиво. Видите, сыр такой румяненький получается. На гарнир спагетти готовлю. Еще не приготовились, варятся. Тут и борщ варится на ужин. Короче, у меня сегодня день варенья. Сейчас одну возьму крайнюю. Смотрите, получается такая красота. Разрежем. Конечно, котлеты и макароны несочетаемая еда. Если кто раздельное питание придерживается. Смотрите, какая нежная котлеточка вся. Такая разваристая, сочненькая. Но это вкусняша. Лучок зелененький. Будет просто супер. Можно приготовить, повторюсь, если раздельное питание. Капусту тушеную, гречку, перловку, рис, либо овощи отварить. Ну, кто как уже нафантазирует и кто как привык питаться. Вот такие незамысловатые, интересные котлеты. Хотите готовить, готовьте с удовольствием, с радостью. Желаю всем здоровья и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok